День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Внимание, розыск. Полиция разыскивает педофила. Зимняя экспансия, как заявили сегодня на правительстве, в Рязани ожидают большое количество техники. Многозначная символика западноевропейского искусства. В художественном музее представили шедевры XVI-XIX веков. Начинаем с чрезвычайного происшествия. Следственный комитет просит откликнуться жителей города, который узнает человека на видео. Есть веское основание полагать, что мужчина причастен к совершению преступления в отношении несовершеннолетней. А теперь об этом подробнее. Следственный комитет просит откликнуться неравнодушных граждан. Есть основания полагать, что человек на этих кадрах подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. Уголовное дело возбуждено в первых числах ноября. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось получить эти кадры. На них, предположительно, подозреваемый сразу после совершения преступления в отношении несовершеннолетней. Следствие обращается с просьбой к неравнодушным жителям города Рязани посмотреть внимательно эту видеозапись. И если кто-то сможет узнать в этом лице своего знакомого, соседа, родственника, коллегу по работе, ну то есть может сообщить какую-либо информацию о разысковом лице, просьба откликнуться и сообщить. Анонимность следствием гарантируется. Следствие поделилось приметами подозреваемого. Это мужчина выше 180 сантиметров крепкого телосложения. На этих кадрах хорошо различима одежда. Черная куртка, синие джинсы и белую обувь. Следственный комитет просит всех, кто узнал этого человека, обратиться по телефону 02 или 102, а также 8 910 906 11 41. Также хотелось бы обратиться к тем жителям города Рязани, которые хоть и, допустим, не узнают в этом лице кого-то из своих знакомых, но также быть внимательными, особенно в районе местоположения детских учреждений, школ, детских садов. Если вдруг кто-то из жителей Рязани увидит это лицо и узнает это лицо, просьба также сообщить незамедлительно в правоохранительные органы. У следствия есть основания полагать, что этот мужчина причастен к ряду других преступлений, совершенных на территории города. Поэтому следствие просит не оставаться равнодушным. А вот раскрытие еще одного громкого преступления на финишной прямой. В ноябре Рязань потрясла информация о пропавшей студентке одного из вузов. Тогда же в соцсетях появилось множество версий, что с ней случилось. Следователи скрупулезно расставили все по своим местам. 1 ноября эта девушка не пришла на занятия в один из рязанских вузов. Зовут ее Виктория. Студентке накануне исполнилось 20 лет. На связь с подругами не выходила. Родственники тоже не смогли до нее дозвониться. Обо всем этом стало известно через СМИ. 4 ноября родственники и сокурсницы отправились на квартиру, где девушка жила со своим парнем. Здесь и обнаружили тело. Оно было завернуто в ковер и спрятано в диван. Позже эксперты зафиксируют телесные повреждения в области шеи. Согласно акту экспертного учреждения, смерть хозяйки квартиры наступила в результате механической асфиксии. В социальных сетях появились версии, что виновником может быть парень погибший. А якобы мотивом стала ревность. Следствие пришло к тем же выводам. Следственно-оперативным путем установлено, что к совершению преступления причастен знакомый потерпевший, с которым она ранее поддерживала близкие отношения. В ходе следствия мужчина признал вину в убийстве девушки в полном объеме и подробно рассказал об обстоятельствах его совершения. Мотив теперь устанавливают следователям. Сейчас жителю Захаровского района предъявлено обвинение в убийстве. На основании ходатайства следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Максимальный срок по статье «Убийство» до 15 лет лишения свободы. Погода Рязань не балует. Ледяной дождь и снег накрыли город, но коммунальные службы оказались к этому готовы. Об этом сегодня на правительстве заявила глава администрации Елена Сорокина. Новая техника в Рязань продолжает. Пребывать сколько чего и куда, расскажем далее. Дождь, гололед, слякоть. С этой темы начал заседание правительства Павел Молков. Конечно, все это для осенней Рязани не в новинку. И в связке с синоптиками к таким явлениям городские власти подходят во всеоружие. Вот и на этот раз сюрпризом непогоды для коммунальщиков не стало. На улицы вышла пока вся возможная техника. Работают днем и ночью. Песко-соляная смесь есть как минимум до конца января. И в декабре мы объявим торги на 23-й год, как только откроются лимиты. Все службы работают в круглосуточном режиме. А в связи с ожидаемыми ледяными дождями вообще все коммунальные службы города и ресурсоснабжающие организации переведены в усиленный режим работы. Созданы оперативные бригады для реакции на возможные чрезвычайные ситуации. Реагировать на погодное ЧП всегда удобно при наличии большого количества техники. Она в управление благоустройства продолжает поступать. Первые 15 из 35 машин уже на месте. Конкретные цифры того, что будет еще, озвучил вице-губернатор Артем Бранов. Вторая партия машин ожидается до 15 декабря и третья до конца года. Мы покупаем автогрейдеры, погрузчики, снегоочистители, экранные манипуляторы, бульдозеры. В общем, техника достаточно разнообразная. Как раз позволит нам закрывать большинство вопросов, которые возникают с уборкой. Плюс на этой неделе, я надеюсь, мы уже получим 26 единиц техники с Москвы и тоже ее распределим. Большую часть на город, хоть часть отдадим муниципалитетам, с кем уже договорились об этом. Впрочем, и это еще не все. Губернатор Павел Малков заявил, что техники будет еще больше. Но пока все карты он раскрывать не будет. Дескать, объявим после заключения всех соглашений. Ноябрь-декабрь вообще станут для Рязани насыщенными технически. В области ждут еще и новые школьные автобусы. Причем сразу надо Ольга Сергеевна посмотреть, чтобы они были подготовлены к зимней эксплуатации. Если вернуться на шаг назад, Елена Борисовна, по уборке снега, еще просьба техника теперь есть, будет еще больше. Не допускать сужения полос, как это было раньше. Одна из жалоб, которая часто звучала в предыдущие годы, снег вывозить сразу. То есть не оставлять побочину в середине дороги, а чтобы у нас дороги были чистые. С поручениями в районах на этот раз дело обстояло куда лучше, чем на прошлой неделе. В том числе и за новой практики. В правительстве еженедельно проводят час муниципалитета, где все актуальные вопросы держат на контроле. После очередного такого там ожидаются масштабные изменения. Отдельным проектом по развитию сельских территорий агломерация попала в федеральную программу на 23-24 годы. В рамках проекта будет построен детский сад на 80 мест, школа на 132 места, школа искусств с точкой доступа к сети интернет и в селах Новая и Вослибова будут проложены водопроводные сети. Общая стоимость проекта 522 миллиона рублей. Он примерно в равных частях разбит по годам. Соответственно, мы сегодня, ну не сегодня, а сейчас приступаем с районом к формированию конкурсной документации, чтобы в максимально короткие сроки в 23-м году приступить к реализации проекта. Там же, в Скопинском районе, сегодня меняют водопроводные сети. Возмущение тамошних жителей отсутствием воды местная власть обещает купировать уже завтра с завершением ремонта. А вот с появлением еще одного пешеходного перехода у гипермаркета Глобуса и с очисткой реки Трубеж придется подождать как минимум до следующего лета после оформления всех бюрократических процедур. Всемирный день памяти жертв ДТП отмечается ежегодно в 3-е воскресенье ноября. Появилась эта дата в 2005 году. Сегодня на улице Полонского совместно со студентами политеха и учениками 7-й школы автоинспекторы провели памятную акцию. Егор 14 лет, Георгий 15 лет, Аля 7 лет. Эти дети стали жертвами в ДТП. Всего на текущий период на рязанских дорогах погибло 170 человек. Часть из них – дети. В первую очередь этот день – это, конечно же, напоминание всем живым, что от неукоснительного соблюдения требований правил дорожного движения все-таки зависит очень и очень много. Особенно в таких ноябрьских погодных условиях, как сегодня, в плохих, необходимо как пешеходам, так и водителям строго соблюдать требования безопасности. День памяти жертв ДТП традиционно проводится на улице Полонского совместно с студентами политеха и учениками 7-й школы. Сегодня мероприятие отличается от прошлогодних. Сотрудники госавтоинспекции привезли в сквер пострадавшая в аварии авто. Сегодня на мероприятие мы привезли машину, которая реально участвовала в дорожно-транспортном происшествии для того, чтобы студенты данного вуза увидели, какие бывают последствия дорожно-транспортных происшествий и что если такие механические повреждения получает транспортное средство, что человек, конечно же, может получить серьезные травмы и часто это может закончиться совсем неблагополучно смертью либо водителя, либо пассажиров транспортного средства. В руках у учеников 7-й школы по белому шарику в память о жертвах. По данным госавтоинспекции количество ДТП в общероссийской статистике идет на спад. Однако до ноля еще явно далековато. В 2019 году это 239 погибших на региональных дорогах. В 2020 – 175, в 2021 – 164. В этом году цифры стали расти уже 170. Поэтому сотрудники госавтоинспекции напомнили о соблюдении правил дорожного движения, особенно в межсезонье. Выставка «Западноевропейское искусство XVI-XIX веков» и собрание Рязанского художественного музея открылась в ноябре. Собрание «Западноевропейского искусства Рязанского художественного музея» сравнительно небольшое, тем не менее на выставке собраны работы мастеров XVI-XIX веков из фондов музея, отражающие наиболее важные и общие для всего европейского искусства тенденции. Марина Романюк все оценила. Гордостью собрания в музее считают произведения голландского искусства XVII века. Венера с голубями знаменитого Морельсе полна многозначной символики и без сомнения заставит остановиться и долго рассматривать детали. Написано на дереве, отреставрировано. В залах музея в иное время ее не увидеть. Пейзажный жанр представлен классически выстроенным пейзажем со стадом, предположительно мастера Бота, и наполненным пантеистической торжественностью пейзажем с оленем, неизвестного художника Круга Ван Рейстеля. Мы всегда гордимся такими выставками, потому что сделать их необычайно сложно. Ведь не секрет, что практически все музеи показывают лишь малую толику своих сокровищ, от 1 до 5% своей коллекции. Так и в нашей постоянной экспозиции представлено около тысячи вещей, а владеем мы коллекции более чем 12 тысяч подлинных произведений искусства. Многие сюжеты, которые стали популярны в XVIII веке, когда с реформами Петра I пришла не только политика и экономика, но и искусство Западной Европы, пышный декоративный характер искусства XVIII века передает натюрморт с птицами неизвестного художника. Кстати, он ни разу не был показан широкому зрителю. И сейчас впервые демонстрируется после реставрации. А искусствоведам музея изучают символику изображенного здесь, разгадывая каждый образ. Каждая работа европейского художника, созданная в прежние века, несет для нас очень много тайных смыслов, загадок, символики. Потому что действительно все работы, они настолько символичны и непонятны часто современному зрителю, незнакомому, допустим, с античной мифологией или какими-то средневековыми сюжетами. Западноевропейские художники ориентированы, конечно же, на историю искусства, начиная с античных времен, эпохи Возрождения и так далее. К той же эпохе принадлежат служившие украшением интерьера досюдепорты с образами античной богини Венеры. Романтические настроения середины XIX века отражены в сценах борьбы человека с бушующей стихией или, напротив, в идиллических и полных созерцательности пейзажных мотивах. Увлечения художников второй половины XIX века разновременными историческими мотивами иллюстрируют произведения Мея, Бакаловича и Савини. Пиететом к искусству старых голландских мастеров проникнуто творчество живописцев второй половины XIX века Шабрие и Бартельса. Несомненно, внимание зрителей привлечет изысканный портрет итальянской певицы Аделины Патти, выполненный представителем австро-венгерского искусства начала XX века Эбертом. Интересны работы художников салонного академического направления XIX века, которые были наиболее востребованы в свое время. Они украшали интерьеры, они пользовались особой популярностью у неискушенных зрителей. Женские головки, различные пейзажи, жанровые сцены – это всегда очень любимо зрителям, всегда очень популярно. И вот на нашей выставке вы можете увидеть множество таких обращений. Кстати, большинство таких салонных работ поступило к нам в 80-е годы из коллекции генерала Крестьянинова. В состав выставки вошло более 50 произведений живописи, рисунка декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Многие из них прошли серьезную реставрацию и экспонируются впервые. Многие получили новое авторство или уточнение сюжета. Именно поэтому выставка является важным этапом в изучении и популяризации собрания Западноевропейского искусства музея. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин